Как наращивать сухую мышечную массу? Некоторые люди склонны к похудению, они с трудом набирают вес. Другие хорошо набирают мышечную массу, но вместе с мышцами также хорошо набирают и лишние жиры. Это видео для тех, кто при наборе мышечной массы набирает много жиров. Далее я расскажу вам о приемах, которые помогут наращивать мышцы практически без жира. Номер один. Изменить рацион вечернего питания. Для роста мышц и для тяжелых тренировок нужно много питательных веществ. И энергии. Углеводы это основной источник энергии. Без них организм не будет наращивать мышцы. Также углеводы дают вам силы для тяжелых тренировок. Но лишние углеводы могут перерабатываться в жировые запасы. Белки это строительный материал, из которого состоят мышцы и все тело. Если вы будете слишком сильно осторожничать и стараться есть поменьше, то организму может не хватить белков или углеводов. И тогда рост мышц остановится. Но вы можете давать организму эти вещества более правильно. С учетом потребностей. Углеводы, которые вы едите днем, с большей вероятностью потратятся на физическую активность. Ночью, когда вы спите, расход энергии маленький. Поэтому углеводы, которые вы едите на ночь, имеют большую вероятность превратиться в жир. Значит, если вы склонны к набору жиров, то нужно откорректировать вечернее питание. Утром и днем нужно кушать много углеводов и белков, а вечером только диетические белковые продукты, плюс овощные салаты и фрукты. Переваривание белков – это сложный и длительный процесс. Ночью организм будет спокойно усваивать белки и заниматься восстановлением и ростом мышц. Основное меню вашей вечерней еды – диетические белковые продукты, обезжиренный творог, нежирное молоко и кефир, яичные белки, вареные или омлет, куриное белое мясо, очищенное от жира, куриные грудки, нежирная индейка, мясо кальмара, белая нежирная рыба, салаты из свежих овощей и зелени, заправленные растительным маслом, лучше оливковым. Фрукты – яблоки, груши, апельсины, грейпфрукт, сливы, персики. Номер два – исключите жирную пищу. Старайтесь максимально исключить из питания продукты, которые содержат много жиров животного происхождения. Эти жиры сразу откладываются в ваши жировые запасы, их очень легко наесть, а вот избавиться от них гораздо сложнее. Если вы едите мясо или рыбу, то нужно очищать их от жира. Лучше изначально покупать нежирные продукты, например, нежирную говядину, куриные грудки, индейку, нежирную рыбу. Исключите эти продукты – свинина и любое жирное мясо, сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Также уберите из рациона колбасу, ветчину, пиццу, сосиски, пирожки, пельмени и другие полуфабрикаты. Они накачаны жирами. Привыкайте есть натуральные продукты. Номер три – исключите быстрые углеводы. Для роста мышц углеводы необходимы, но не все. Углеводы одинаково полезны. Быстрые углеводы – это сахар и различные сладости. Их называют быстрыми, потому что они очень быстро усваиваются, резко повышают уровень сахара в крови и могут легко превращаться в жир. Быстрые углеводы, которые нужно исключить или сильно уменьшить – это сахар, газировки, печенье, булочки, мороженое, конфеты и другие сладости. Также, если вы склонны к быстрому набору жиров, нельзя кушать макароны и картошку. Лучший углевод для роста массы мышц – гречка, рис, овсянка, плюс овощи и фрукты. Номер четыре – добавьте в разминку легкий бег. Длительный и быстрый бег будет истощать организм и помешает росту мышечной массы. Но вы можете использовать небольшие легкие пробежки в качестве разминки и разогрева перед тренировкой. Легкий бег – это хороший способ для разогрева. Плюс он усиливает кровообращение и улучшает обмен веществ. А это способствует лучшему использованию жиров. Если ваша цель – набор массы, то бегать можно не более 10 минут в очень легком темпе. Я рекомендую пробегать 1 км на скорости от 8 до 10 км в час. Это 6-8 минут легкого бега. Номер пять – дополнительно беговая тренировка. Слишком длинные и частные кроссы не дадут вам набирать мышечную массу. Но вы можете делать одну легкую пробежку в неделю. Бегайте в день отдыха, когда вы не занимаетесь железом. Время беговой тренировки не более 20 минут. Скорость легкого бега от 8 до 10 км в час. За 20 минут вы пробежите около 3 км. Бег обязательно должен быть очень легкий. Не торопитесь, не старайтесь пробежать побольше. Бегите очень легко, активно дышите и наслаждайтесь отдыхом во время пробежки. Ваша задача – не нагружать и истощать мышцы, а погонять кровь по мышцам, усилить обмен веществ и потренировать сердце. Кроме того, очень легкие небольшие пробежки помогают восстанавливать мышцы за счет улучшения кровообращения и усиления обмена веществ. Но применяйте их не чаще одного раза в неделю. Бег можно заменить и на велотренажер. Нагрузка должна быть малая, скорость от 15 до 20 км в час. Время не более 20 минут. Также вы можете просто покататься на велосипеде на улице. Так как на велосипеде нагрузка непостоянная, вы можете кататься долго, но следите, чтобы сильно не истощать мышцы. Номер 6. Используйте периодизацию нагрузок. Периодизация нагрузок – это стандартная схема тренировок в бодибилдинге. За время набора массы у атлетов набирается некоторое количество жира, чтобы просушить мышцы и убрать лишний подкожный жир. Выделяется специальный период для работы над рельефом мышц. Схема примерно такая. От 4 до 6 месяцев программа по набору массы. Затем по необходимости от 4 до 8 недель сушка. Работа над улучшением рельефа мышц. Во время работы над рельефом мышц атлет применяет специальные программы тренировок и питания, чтобы максимально сохранить мышцы и убрать накопившиеся жиры. После сушки можно снова переходить к набору массы. Такая периодизация позволяет продвигаться вперед, набирать мышечную массу и не допускать накопления лишних жиров. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok